Здравствуйте! Меня зовут Филипп Роннер, директор компании Штадлера Минска. То, что предлагаем здесь, это наши продукты специфические для рынка СНГ. Именно наш трамвай Метелица, который мы уже продавали в Санкт-Петербурге. Тоже наш прототип ездит там, и наш 34-метровый трамвай Метелица уже начал коммерческую эксплуатацию там. Это один из самых инновационных в нашей продукции. 100% низкий пол, самый длинный трамвай в всех странах СНГ, и пассажировместимость 376 пассажиров. Это огромная мощность, да. Самая современная технология, кузов без обслуживания до конца срок службы трамвай и очень высокого уровня энергопокрепности. Дальше у нас есть наш новый поезд Флирт Интерсити, который уже есть, семивагонная версия у Белорусской железной дороги. Вот этот поезд, который ездит между Гомель и Минск примерно. Там есть тоже самая большая часть, это низкий пол. Очень удобно для людей. Есть Wi-Fi, есть розетки примерно, да. Вагон-Бистро для пассажиров. И его мы сейчас предлагаем в другом версии, пятивагонный поезд, но в таком же уровне, то что комфорт, то что обслуживание и то что энергопотребность. Тренд есть АТО, это автоматическая операция поезда. Значит, в принципе, поезд без машинист. Вот этот поезд без машинист – это самый последний форм. Но до этого есть много, скажем, такой уровень автоматизации, который сегодня есть в новом поезде. Примерно наш поезд метро, который мы предлагаем или уже поставим для Минска метрополитен, выполняет здесь второй уровень автоматизации. Это значит, что поезд уже автоматически управляет ускорением, он держит скорость автоматически и он остановится автоматически во время на точке. Значит, что пассажир может в правильном месте уйти из поезда. Это значит, что машинист в любом случае есть, но то, что он делает, он проверит и он открывает двери. Это по мере безопасности. Но в любом случае поезд сам себе сам управляет. А такие тенденции есть сейчас везде. Может, поезда, трамваи или поезд метро. Мы здесь хотим показать наше предприятие, показать, что мы здесь есть не только для клиентов, но тоже для потенциальных сотрудников, потенциальных поставщиков, чтобы мы можем увеличить наш уровень локализации здесь для нашей продукции. И, конечно, в то же время встретиться с потенциальными клиентами или общаться с рабочими вопросами или новыми проектами с нашими уважаемыми клиентами. Примерно Белорусской железной дороги и Минск Метрополития. Я вас приглашаю сюда, на наш стенд, на выставке «Транспорт и логистика». До встречи! Со 2 по 4 октября. 12-я международная специализированная выставка и конгресс «Транспорт и логистика». Минск. Футбольный манеж. Минск. Футбольный манеж.